Учитель начального класса, втресс-педагог, эксперт социального и национального образования детей. И сегодня хочу вам представить тему про функциональную грамотность школьника. Тема очень объемная, очень много можно про нее говорить, но у нас с вами, к сожалению, только один час, поэтому постараемся это время использовать максимально эффективно. Итак, мы живем в современном мире, и один из современных трендов образования – это непрерывное образование. Мы с вами все время учимся. И очень хотелось бы, чтобы на этом вебинаре были реализованы такие функции обучения, как получить заряд энергии и вдохновения перед началом учебного года, запустить процессы собственного творчества, узнать новое, повторить старое, отбросить что-то лишнее, взять работу готовые инструменты, ознакомиться с обзором ресурсов, открыть новые источники для самообразования, ну и, конечно же, получить ответ, извините, на волнующие вопросы по функциональной грамотности. У вас есть такая кнопочка сверху «Вопросы». Вы можете свои вопросы оставлять там, я обязательно посмотрю и отвечу на все ваши вопросы. Ну и хочу вам задать вопросы. Мы же все-таки с вами обучаемся, и в конце обучения мне бы очень хотелось, чтобы вы сами для себя ответили на вопросы, зачем нужны всероссийские проверочные работы. Прямого ответа на эти ключевые вопросы не будет. Мне важно, чтобы вы сами ответили для себя на эти вопросы в конце обучения, в конце этого часа. К какому уровню образованности стремимся мы, стремимся как учителя? Чем отличается грамотность от функциональной грамотности? Разобраться в этом вопросе. Какие три ступени развития читательской грамотности строго соблюдаем в начальной школе? И как избежать функциональной безграмотности при письме на русском языке? Ну и чтобы понять, какая аудитория, я уже поняла, что по вашим записям, что у нас охватывается вся Россия из разных городов, совершенно разнообразных городов учителям подключились. Но теперь напишите, пожалуйста, в чат, какой у вас будет сейчас класс, чтобы я ориентировалась, понимала, может быть, количество, какого класса, может быть, больше или меньше, для того, чтобы как-то скорректировать процесс вебинара. Напишите, пожалуйста, в чат, какой у вас, какой класс вы берете с 1 сентября. Первый, второй, третий или четвертый. Ага, сейчас, минуточку. О, как интересно! У нас даже присутствуют коллеги из средней школы. Спасибо, коллеги, за доверие, потому что я еще являюсь, кроме учителя начальной класса, еще учителем средней школы по русскому языку и литературе. И готова тоже с вами поделиться какими-то вопросами по преемственности из начальной школы в среднюю. Также я ввела подготовку к школе и вопросы преемственности из перехода из дошкольного образования в начальную школу. Тоже эти вопросы у нас будут. Спасибо, коллеги. Так, сейчас, минуточку, что-то меняет. Следующий вопрос. Влияет ли результат ВПР на итоговую оценку ученика? Многие из вас, кто уже выпустили четвероклассников, писали, скорее всего, всероссийскую проверочную работу. Отлично! Какие грамотные коллеги! Здорово! Супер! Хорошо! Вижу ваши ответы. Следующий вопрос. Какая грамотность важнее всего в начальной, именно в начальной школе? Ответьте один, если вы считаете, что это функциональная грамотность важнее всего в начальной школе. Два, если читательская грамотность. И три, если языковая грамотность. Спасибо за ответы. Спасибо. Тоже ответ сейчас вам не дам. Но мы к этому вопросу вернемся в конце вебинара. Да, спасибо. Вижу, вижу статистику. И даже очень интересно. Хорошо. Итак, я начну с ВПР, с всероссийских проверочных работ. Да, вижу, кто-то отвечает еще на предыдущие вопросы. Но мы идем дальше. Итак, я сейчас буду говорить сначала немножечко про, вообще про всероссийские проверочные работы. А потом именно про 2021 год уже. Итак, пишем в четвертом классе три предмета. Математика, русский язык и окружающий мир. Здесь у вас написано, вы можете прочитать, презентацию уже есть, скачайте, почитайте повнимательнее попозже, что это такое всероссийские проверочные работы. Возможно, есть молодые учители, а еще не знают. И в каком формате они проводятся. Что они отводятся один урок, что пишут обязательно в своем классе, своим педагогам. Что педагог проверяет, отправляет данные. Что интересно про ВПР? Что это самая массовая оценочная процедура в российской системе образования. Ну вот, около трех миллионов школьников это на 2017 год данные. Но каждый год они немножечко меняются. В любом случае, эта система оценивания остается самой массовой. Задания ВПР разрабатываются лучшими специалистами с учетом российского и мирового опыта. Мы об этом еще поговорим. И включаются задания в эти работы, наиболее значимые и важные для общеобразовательной подготовки учащихся. То есть не все темы входят во всероссийские проверочные работы. Но самое главное. Не используются задания с выбором ответа из готовых вариантов, то есть тестовых заданий. Итак, что, какие будут изменения в 2021 году? Ну, основных изменений два. Эти изменения пока планируются, они еще не введены, но уже готовятся. Первое. Дата не будет одно число. Это, как раньше у нас было, только одно число, и мы в это число, вся Россия пишет эти работы. Нет. Сейчас будут выделены промежуток времени, около недели в основном это, когда должны быть написаны всероссийские проверочные работы, а уже сам учитель или школа выбирает удобное время так, чтобы было удобно и учителю, и детям, и чтобы не было совпадений с другими контрольными работами и так далее. В связи с этим, как вы понимаете, кто-то написал в начале недели, кто-то будет писать в конце недели. Естественно, ответы могут появиться в интернете. Поэтому второе планируемое изменение – это то, что все будут писать разные работы. То есть будет вариативность. Какой достанется вариант вашей школе, вашему классу, заранее неизвестно. Говорят, что ВПР отменят, но это неправда. Никаких официальных данных об этом нет. Хотя в связи с пандемией были, конечно, изменения, но в целом эту систему не отменят. И мы еще поговорим об этом почему. То есть это инструмент исследования, инструмент статистики, инструмент отслеживания во времени, как меняется наша система образования. То есть это очень важное лонгитюдное исследование, которое продолжается во времени. Ну и мы переходим уже к оцениванию. Пять принципов оценивания ВПР. Что оценка, она все-таки обязательно, что это составная часть учебного процесса. Объективность оценки. Потому что на основании оценочных данных принимаются управленческие решения. Оценка того, чему учили. И вот здесь, смотрите, мне очень нравится это понятие, которое вводится. Ядро содержания образования. Повторюсь, не все темы входят, а только самые главные. И вот это формируется понятие, ядро содержания образования. Формат оценки влияет на содержание образования. На основе вот этих данных, которые поступают по итогам всероссийских проверочных работ, вводятся изменения в АВГОС. Ну вот, например, отказ от тестов. Это тоже изменение, которое было введено. Главная цель, это чтобы проявились способности обучающихся. Они так наугад что-то выбрали. Оценка стимулирования развития. То есть должно быть мотивирующее оценивание. Результаты используются только для стимулирования развития образования. Итак, все, абсолютно все, вот не было ни одного неправильного ответа. ВПР не является государственной итоговой аттестацией и не влияет ни на какие решения важные для определения дальнейшей судьбы или образовательной траектории школьника. То есть не влияют они на получение аттестата, не влияют на перевод, например, следующий в класс. Отметки учащимся за выполнение ВПР не выставляют. Вот здесь такая вот табличка, в каких классах проводится, и что ВПР это не экзамен, это какие-то самые главные ключевые моменты отражены. Результаты ВПР могут использоваться только регионами, муниципальными регионами. В целом и по стране. То есть на уровне муниципалитета. Хотя, конечно же, учитель, как результатами независимыми диагностиками, конечно, пользуется, как возможность такой обратной связи, независимой обратной связи, конечно, пользуется результатами, чтобы понять, какие все-таки пробелы у ученика. Ну, недопустимо использование результатов для принятия административных решений, наказания учителей и директоров слабых школ, где учащиеся продемонстрировали недостаточно высокий уровень знаний. Понятно, что дети везде разные. И наоборот, что если слабый класс, слабенькие дети, им нужна помощь, им нужна поддержка, нужно выделить какие-то ресурсы для того, чтобы помочь таким школам. Такое часто очень бывает. Нельзя сравнивать эффективность работы регионов. Опять же, дети везде разные. И вот такие таблички, они встречаются в интернете, но на самом деле необоснованно встречаются. Ну и теперь, так как у нас эта вариативность вводится в ВПР, конечно же, нужен опыт выполнения различных вариантов. То есть в течение года, конечно же, мы формируем умения, навыки, а тренировка идет с помощью работ, с помощью выполнения вариантов ВПР. И издательство «Экзамен» представляет издание вот для такой тренировки. Смотрите, есть издание по 10 вариантов. Вот все три предмета, которые мы сдаем в четвертом классе. Есть варианты по 25. Кому-то надо побольше, кому-то поменьше, но потренироваться нужно, конечно же, на разных вариантах. Есть по 15 вариантов. То есть такой вариант тоже есть, и можно его такой средний, не 10, не 20, а именно 15 использовать. То есть каждый учитель решает сам, сколько для своих детей нужно вариантов и выбирает. Очень мне нравится новинка, вот такое издание. Я его назвала «Три в одном». Здесь все три предмета в одном издании, то есть в одной книжке. Здесь, конечно, представлено по 8 вариантов каждого предмета, всего 24 варианта. Но что очень удобно, это всего одна книжка. Вот если, например, мы тренируемся в классе, вы говорите там «Дети, принесите завтра ВПР русский язык», они обложки похожи, ребёнок перепутал, принёс какой-нибудь другой предмет, что обидно, конечно, и жалко. Вот здесь невозможно это перепутать. Есть издание А4, большое, его забыть, броская, яркая обложка. Забыть невозможно, перепутать невозможно. Очень удобно. И опыт уже хотя бы минимальный, но уже ребёнок получит разных вариантов. К ВПР можно готовиться по-разному. Конечно же, важно учителю решить вариант ВПР в начале учебного года и решить, сколько своим детям нужно дать потренироваться. Хорошо бы ещё один вариантик – решить от имени какого-то ребёнка. Я обычно вот ребёнка, которому трудно даётся, вот представляю себе на его месте и решаю от его имени. То есть тоже хорошо бы почувствовать, каково это даётся ребёнку. Учитель встраивает аналогичное задание в учебный процесс в течение учебного года. И есть вот такой лайфхак, как принято сейчас говорить. Вот придумать какой-то значок ВПР. И можно даже на магнитике его сделать. И вот мы решаем это задание, а значок ребёнку – ВПР. Он уже знает, что такое аналогичное задание будет, или похожее задание будет в всероссийских проверочных работах. И таким образом наши учащиеся понимают, что они постоянно готовятся к ВПР, не только по нашим изданиям, а и в классе тоже. Какое ещё можно дать задание? Можно выбрать то, что ребятам даётся трудно. Ну, вот мы написали работу ВПР, вариант какой-то ВПР. И выяснилось, что больше половины класса или половины класса тяжело справлялись с каким-то заданием. Мы его выбираем уже в следующем варианте. И подробно разбираем это задание в классе. Только одно задание. Прям подробно с ребятами у доски проговариваем всё каждую мелочь. А потом это же задание задаём надо. И уже проверить на следующий день, и посмотреть уже, как усвоили. То есть повторение мать-учения. Конечно же можно использовать перевёрнутый класс, то есть ничего не объяснять, просто дать ребёнку самому подготовиться. Но сказать ему, что подготовьте ещё вопросы по тому, как вы выполняли. И отсюда пойдёт диалог, пойдёт обучение. И может быть выяснится, что были какие-то пробелы. Очень интересное задание, которое предлагать можно детям, это сделал номер ВПР, придумай аналогичное. То есть придумай такое же задание, но придумай там, например, свои слова, свои предложения. То есть они таким образом присваивают себе эти знания. То есть они уже через себя пропускают, встают даже на позицию учителя. А можно ещё предложить придумать ребятам тесты. Четыроклассники очень любят на самом деле тесты. И придумать ещё и правильные, и неправильные варианты. То есть где можно ошибиться, и какие слова можно предложить для теста. Мы знаем, что по русскому языку у нас две части. Первая часть – это диктант. 45 минут на него с заданиями отводится. И ещё 45 минут на вторую часть с текстом и вопросами. Чтобы тренироваться писать диктанты, можно использовать вот эти издания. Причём можно эти диктанты использовать, естественно, не только для подготовки к ВПР, но и как тематические диктанты, как тренировочные диктанты. То есть просто в учебном процессе. Можно предложить самоподготовку. Вот в этих изданиях в серединке у нас несколько листочков с ответами. Можно их изъять, чтобы ребёнок ответов не видел, не мог сам себя проверить по этим ответам или подсмотреть в эти ответы. А вот чтобы он сделал самостоятельно. И вот в этой линейке, посмотрите, что интересно, появляется книжка, я её здесь так выделила, по литературному чтению. Тоже про это мы поговорим. А по русскому языку, обратите внимание, есть 10 вариантов типовых, а есть 25. Тоже обычно с русским языком всё-таки надо некоторым побольше позаниматься. Саморефлексию. Как это проводится? Предлагается детям, в предыдущих изданиях можно это тоже использовать, каждому заданию, можно на полях, там есть специальное место, а можно рядом с номером этого задания, сделать пометку. Вместе с детьми нужно придумать критерии, потому что это и есть пометки, критерии оценивания, трудно, справляюсь, легко, и надо повторить или изучить. То есть что-то упущенное, и ребёнок это сам понимает. Я здесь привела условные знаки для примера. Вы сами с детьми придумываете условные знаки, потому что если ребёнок сам придумал вот эти знаки, он к ним более осознанно относится, и более относится осознанно к самооценке. То есть мы его ещё таким образом воспитываем, вот этим добавлением. Ну и можно использовать вот эти варианты ВПР и для работы в классе, и для взаимопроверки, для индивидуальной работы, для индивидуальных траекторий. Чем это отличается от индивидуальной работы? Индивидуальная работа, если вы, например, потренировались со всеми детьми, ну и посчитали, что этого уже достаточно, а какому-то ребёночку надо побольше. Поэтому вы ему ещё один вариант предлагаете. Можете даже родителям порекомендовать, например, что надо ещё дома потренироваться побольше. Это индивидуальная работа. А индивидуальная траектория – это когда вы считаете, что тоже все потренировались, там, предположим, по 12 вариантов в течение года, решили, всё хорошо, но этому ребёнку нужно усилить, например, задание номер 3 и 4, другому ребёнку потренироваться в пятом задании, а в творческом 12 вот этим 3-4 учащимся потренировать. Вот это уже индивидуальная траектория. Ну, для домашней работы, конечно же, можно использовать и для рекомендаций родителям. Очень интересное задание. Вот это для примера. Объясни значение поговорки «Всякая птица своим носом сытта». И есть варианты ответов. Выбери варианты ответов, в которых сформулирована главная мысль текста. То есть текст уже дан, и главная мысль в какой фразе. То есть это работа, развитие речи. И вот, хоть у нас достаточно много было учителей средней школы, но к ВПР мы готовимся, естественно, и с первого класса, уже начинаем готовиться во втором классе, и в третьем. То есть это системная работа. Но так как с пятого класса до одиннадцатого мы тоже пишем ВПР, для каждого класса, конечно же, есть свои издания. Ну, это вы уже, наверное, знаете, не знаете, можете посмотреть на сайте издательства «Просвещение». Есть такое издание. Внутренняя система оценки качества. Это, во-первых, эти результаты этих работ вы можете использовать для того, чтобы оценивать ребят. Может быть, сделать какие-то промежуточные, вот такие внутренние аттестации. То есть вот за эти работы вы можете ставить оценки в журнал. Это раз. Во-вторых, здесь усиленные задания. То есть для тренировки это тоже очень хорошо. Если в СОКО ребята решают, то с ВПР они точно справятся легко. Здесь они более глубокие, их больше по количеству, они расширены, и они более приближены к работе МОЦКО. Кто знает, кто в Москве преподает, они более близки к этим работам, они более усложненные. То есть вы просто это имейте в виду, и, может быть, даже использовать для домашней работы, но они очень полезны. Ну, откуда же берутся задания ВПР? Вот перед вами документ. И я выделила, от 6 мая 2019 года, я выделила первый пункт в этом документе. Сам документ называется «Об утверждении методологии и критериев оценки качества общего образования в школу». И вот самый первый пункт. «Утвердить методологию и критерия оценки общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся». Итак, мы, я имею в виду сейчас Россию, участвуем в международных исследованиях качества образования. Перед вами три самых распространенных. Это PISA, TIMSS и PIRS. Это уже международные исследования. И здесь вот написано о том, что они оценивают, как часто они происходят, с какого года, и можно даже, как часто они проходят. Можно вот вычислить, когда у нас будут следующие. Вот, например, PISA у нас раз в три года, последний раз в 18-м году, вот, значит, в 21-м. Ждем. TIMSS раз в 4 года, в 2016-м, значит, в 2020-м. А PIRS раз в 5 лет, в 2016-м тоже в 21-м. То есть скоро-скоро у нас будут, например, вот эти вот международные исследования проводиться по России. Здесь написано о том, в каких классах тоже используете, или в какой возраст. Можете почитать. И вот что актуально для 4-го, например, класса, да, это TIMSS, математическое, естественно, научное, и PIRS – это качество чтения и понимания текста. Вот, что интересно, я не включила такой кадр слайда, но у нас, в принципе, по итогам PIRS у нас очень неплохие результаты у России, а вот, например, по читательской грамотности. А вот по читательской грамотности буквально в 15-летнем возрасте очень-очень незначительные результаты. И вот эта вот какая-то пропасть лежит. И почему она лежит, вот разбираются, исследуют, смотрят. То есть это исследование для вообще сравнения. для сравнения образовательных систем даже разных стран. Собственно, именно по результатам этих исследований мы начинаем изучать то систему образования в Финляндии, то Сингапур и других стран, которые показывают, которые успешны в этих международных исследованиях. Ну, здесь я привела примеры заданий, вот, например, Тимис и ВПР, хоть они и из окружающего мира фактически, но суть этих заданий – это использование пропорционных знаний в практической деятельности. Ну и давайте посмотрим, вернемся к нашим заданиям, к нашим ВПР. И посмотрите, привела примеры заданий номер 12, вот, из этого издания. Представь, что у твоего друга потерялся питомец. Помоги ему написать объявление. Очень практическое задание. Представь, что ты поссорился с лучшим другом или подругой из-за пустяка. Напиши ему или ей письмо с предложением помириться. Прекрасное задание, практика ориентированная, приближенная к реальным ситуациям. Такая даже тренировка реальной ситуации. И опять же, две части, два типа текста. Это как в международных исследованиях, как в международных тестах. Все сюда вот входит. И вы уже видели, что именно в исследованиях ПИЗы такое, я выделила красным, выделено такое понятие, как функциональная грамотность. И вот мы сейчас как раз поговорим про это. Немножечко из истории вопрос. Само слово грамотность произошло от греческого и означает чтение и письмо. Буквально оно означает определенную степень владения навыками устной и письменной речи. Содержание понятия грамотности изменялось на различных этапах экономического и политического развития общества. Оно расширялось, углублялось повышением требований к развитию человека. Сначала грамотность. Это обозначало просто уметь читать. Позже, то к нему еще добавилось письмо. То есть человек, который умел читать и писать, читался грамотно. Потом еще добавился и навыки счета. А в 1957 году ЮНЕСКО определило грамотным человеком, владеющим чтением и письмом настолько, чтобы понимать простые краткие сообщения касающиеся повседневной жизни. И введен именно термин функциональной грамотности. Можете прочитать определение, способность человека использовать свои знания в жизни. И самое главное – это то, что и дальше это понятие продолжает развиваться, углубляться. Все, наверное, уже слышали, что вот вводятся новые грамотности, например, финансовые, и они очень сейчас развиваются активно. Итак, какой результат обучения мы хотим получить? Вот здорово, что здесь присутствуют многие учителя средней школы, потому что вот этот результат, этот портрет ученика, которого мы выпускаем, он, собственно, касается в целом школы. Кто такой функционально грамотный человек, который использует все приобретаемые в течение жизни знания, умения, навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Но в начальной школе есть свои особенности, связанные, конечно же, прежде всего с возрастом. Здесь указаны основные, базовые условия развития функциональной грамотности. Их намного больше. Но главное, что дети еще играют. Если дети играют в магазин, используют там уже свой опыт, который они приобрели на уроках математики или занятиях математики, если это еще детский сад, дети приходят в первом классе из школы домой и играют в школу. Они начинают обучать и объяснять про звуки, буквы, чем они отличаются и так далее. И таким образом они тоже используют, вот так они используют. Для них функциональная грамотность – это вот такая непосредственная игра. Не путайте, пожалуйста, с эготической игрой. Именно вот с этой непосредственной игрой. Конечно же, есть ценности, которые основаны на новообразованиях этого возраста. Во-первых, ребенок пришел в школу, и он считает, что я школьник. То есть вся школьная деятельность вызывает восхищение. Конечно же, это первый класс, а даже не вся начальная школа, это именно первый класс. Я учебник. Для детей начальная школа важна учебная деятельность. А я коллекционер. Между прочим, это свойство коллекционировать используют очень активно в маркетинге. Обратили внимание, да, что какие-то закладочки, какие-то значки, какие-то магнитики, что-то собирают все время, дети что-то собирают. И это характерно именно для начальной школы. Так давайте использовать это свойство. То есть собирать слова, выражения, считалки, страшилки, смешинки, анекдоты даже можно собирать. Все, например, словесное точно можно собирать, тексты какие-то собирать, записывать длинные слова. Ой, какое-то слово произнес. И они уже приучаются это коллекционировать, собирать. Это легко сделать в этом возрасте, если запустить этот даже процесс. Очень важна поисковая деятельность. Поисковая деятельность важна, честно говоря, не только в начальной школе, в средней тоже, в старшей. Но она тоже бывает разная. Я здесь как раз вот этот аспект, работая со справочниками, энциклопедиями, словарями, дети в начальной школе бегут к словарю, чтобы посмотреть значение этого слова. Конечно, потом это угасает. Давайте поддержим, приучим, сформируем эту деятельность, работая со справочниками и словарями, энциклопедиями. Эциклопедии зачитываются тоже. Конечно, когнитивный уровень. У детей заложено стремление к познанию, интерес. Развитие речи. Такая есть потребность развивать речь, развивать мышление. Они ищут способы развития. Это какие-то сами себе задачки придумывают. Ну, такие, каждый по своему уровню. Очень важно учитывать преемственность. То есть то, чтобы было удачно на уровне детского сада, подготовки к школе, дошкольного трюда, переносить эти какие-то традиции, культурные новообразования, переносить это в начальную школу. Ну, это коммуникативный. Кстати, что я хочу сказать. Коммуникативный в первом классе не так еще развит. Для детей важен еще значимый взрослый. То есть он устремлен полностью не на своего одноклассника. Внимание его устремлено. А вот на этого значимого взрослого. Даже родители немножко в сторону иногда бывают отходят. То есть он мне так учительница сказала. Вот сами уже знаете, такое часто бывает. Но мы потихонечку, потихонечку приучаем детей в группах работать, в парах работать, объяснять друг другу, делиться, что-то вместе делать и придумывать, сочинять и так далее. Ну, вот пред вами компоненты функциональной гражданности. Интегративные. Это межпредметные и предметные. Ну, эти компоненты, не то чтобы это какая-то статичная информация, они все время меняются. И в каких-то разных источниках они разные. Но читательская грамотность, она находится всегда номер один во всех. И она всегда межпредметна. То есть человек не сможет читать, никакая предметная даже грамотность не будет развиваться. Поэтому мы вот сейчас уже переходим к чтению как основе формирования и универсальных учебных действий, как вот способ и самообразования, и умение учиться. То есть это влияет вообще на все, даже на саморегуляцию. Прошу обратить внимание. Чтение мы используем не только на литературном чтении. Уже тоже все это знают. И не только на русском языке, и даже не только на математике и окружающем мире, а на всех предметах начальной школы, да и средней школы. Кстати, один раз мне задали такой вопрос учителя средней школы, что у детей не развита речь, не развита способность работать с текстом. И другие учителя биологии, физики, химии, говорят, что да, где-то там недоработки в русском языке. И они подошли ко мне с таким вопросом, ну это разве только русский язык? Так вот, дорогие учителя, нет, это не только русский язык. Это касается всех предметов абсолютно. Но у меня тут есть знак вопроса. Как вы думаете, сейчас я постараюсь чат настроить. Как вы думаете, какой еще блок должен здесь присутствовать, где чтение обязательно должно быть? Вот какие у вас есть версии, что здесь пропущено? Да, конечно, вижу, внеурочная деятельность. Спасибо, Альбина. Верно, и внеурочная деятельность, и внешкольная деятельность. Конечно, везде это чтение. Но я сейчас, наверное, такой учительский аспект сейчас беру. Вот что, о чем учителю нужно обязательно, классному руководителю, скажем так, думать, чтобы чтение, с чем поработать учителю, даже подсказка такая, с кем поработать, чтобы чтение у нас зашло. О, я деятельность, какая интересная. Верно, Екатерина Шабанова, с родителями. Конечно, если родители не читают, нет такой ценности, как бы там учитель ни старался, на каких только предметов ни старались, все равно это будет капля в океане. И, конечно же, с родителями нужно обязательно работать в том плане, чтобы родители просто хотя бы при детях читали, чтобы они видели человека читающего. Книгу, газету, журнал, удобные носители информации, но чтобы, главное, они читали. Хотя бы, ну и даже если мне, как бы детям читать, чтобы все-таки дети видели этот образец. Это важно. Ну вот как раз взяла я блок заданий по читательской грамотности пятого класса. Взяла это для того, чтобы учителям начальной школы посмотреть, к чему нам нужно стремиться. А вот как раз средняя школа посмотрит вот этот вот вариант. Что мы здесь видим? Мы здесь видим какая-то шапка, какой-то текст, какие-то то ли сноски, то ли что-то, какие-то цифровые данные, отдельные, посмотрите, названия в виде вопросов в текст, отдельные задания в виде вопросов в текст, карты, условные обозначения, какие-то тесты, диаграммы, таблицы, иллюстрации, место для ответа, скорее всего. То есть задания не похожи на начальную школу. Сюда входят различные способы передачи информации. И вот здесь мы сейчас не будем это углубляться. Я здесь просто хотела сказать, что вот разные есть типы текстов. И сейчас-то больше упор на несплошные тексты, вот на расписание, вот те же приглашения, там графики, диаграммы, карты, расписки и так далее. И вот используется смешанный текст. То есть это тоже надо иметь в виду учителя начального класса. То есть мы как-то обычный упор делаем на другой, не только на сплошные тексты, но и на несплошные. Что, опять же, еще оценивается в пятом классе, когда изучают, когда проводят такие задания, системные задания по читательской грамотности? Это три группы читательских умений. Первая группа – умение находить и извлекать информацию с текстом. Вторая – умение интегрировать и интерпретировать информацию текстом. И третья – это умение размышлять о сообщениях, содержащихся в тексте. И оценивать их с собственной точки зрения. Оценивать это, например, на уровне «Нужна мне сейчас эта информация?» или «Не нужна?» Можно ее проигнорировать. То есть вот в этом и есть функционал. И тексты, обратите, у нас все-таки не сплошные. Но чтобы оценивать информацию, интегрировать ее, переводить в таблицу, эти тексты носят информационный характер. То есть это объявления, сообщения. Вот были задания по расшифровать просто билет, где там партер, в каком месте, какой ряд и так далее. Или расшифровать какой-то, где адрес, какие правила и так далее. То есть воспользоваться билетом в театр или в кино, например. То есть читательская грамотность относится к информационным текстам. И вот здесь есть особенности. В начале этой школы дети приходят, ну, скажем так, как, ну, сейчас, может быть, не часто, по-разному, но они не обязаны уметь читать. То есть сначала-то мы обучаем чтению, потом приучаем пользоваться чтением для обучения, и только потом переходим к чтению для жизни. Сразу мы к этому не переходим. Мы очень постепенно к этому идем. А сначала у нас ас-дабуки, слоги соединяем в слова. И уже в первом классе у нас, конечно же, начинается работа на читательскими этими умениями. Вот, смотрите, привела пример странички из первого класса Всероссийской правительственной работы, буквально страничка, четвертое задание. А, текст – это про басню, когда белка прыгает, веселая, уронила шишку на волка, волк говорит, что поймал ее, почему-то такая веселая. Белка, ему говорит, вот ты злой, поэтому такой грустный. Ну, вот это про эту басню. Вот подчеркни, почему белки всегда веселые, да? То есть это умение соотносить информацию. То есть это фактически поисковое чтение. Мы учим постепенно. То есть прочитали текст, вернулись к тексту, посмотрели и соотнесли с вариантами, которые здесь даны. Да, здесь тестовые варианты, но здесь они более обучающие, формирующие. То есть мы, это только же первый класс, мы постепенно идем к четвертому. Пятое задание. Чему учит данное произведение? Подчеркни. То есть про что это? Это про главную мысль фактически, про мораль, да? Что это формулировать выводы определенные. То есть мы уже это учим. То есть это уже с первого класса идет работа над читательскими умениями. И шестое. Сколько нужно человек, чтобы прочитать данное произведение по ролям? Подчеркни. Вот это задание, наверное, более всего относится к функциональной грамотности. То есть мы уже, только мы не используем это в жизни, а как бы для учебной ситуации мы используем текст, что оцениваем его с точки зрения перехода на другое задание. Причем детям очень нравится читать про ролям. Они с удовольствием выполняют эти задания, когда нужно распределить, сколько там героев, еще нужно плюс автора добавить, ну то есть сколько человек нужно. То есть это анализ и оценка структуры текста. То есть вот так вот постепенно. И обратите внимание, мы в начальной школе начинаем все-таки не с информационных текстов, а с художественных. Потому что они более эмоциональны, они более затрагивают детей, они близки им, ну то есть чтобы повысить интерес. Только мы потом переходим к информационным текстам. Итак, формирование читательской грамотности у нас идет постепенно. Посмотрите, как раз через предмет литературного чтения, я вот еще не сказала, что во всероссийскую проверочную работу по русскому языку, во второй части, там входят умения, читательские умения, то есть там литературное чтение встроено в русский язык. Но есть издания, где литературное чтение выделено как отдельная книга, отдельное издание. И здесь, естественно, задание не только по информационным текстам, но и по художественным. И в СОКО, то, что я вам говорила, внутренняя оценка читательской грамотности тоже идет вот через эти издания, и можно начинать уже с первого класса. Есть такое еще издание, работа с текстом. Уже предлагаю вам самим ознакомиться, мы идем дальше, а то времени осталось мало, у нас еще много чего интересного запланировано. Вот есть еще такое издание, которое позволяет вам диагностировать читательскую грамотность. То есть можно тоже это издание использовать уже для диагностики. Вот вы поработали так, и так, и так, и через такие и такие способы. И чтобы диагностировать, можно приобрести вот такое вот издание. Может быть даже хотя бы для себя, для учителя вот такое одно издание, чтобы понимать, как это делать, чтобы идти в правильном направлении. Немножечко хочу поговорить про оценение. Оценение читательских умений. Как оцениваться в международных тестах, про которые мы говорили. За каждое верно выполненное задание, первое, второе, третье группы умений, которые мы с вами уже рассмотрели, ставится один балл. Там есть еще четвертая группа, где нужно что-то сочинить. Вот там два балла, естественно, там больше ставится. За частично выполненный один. И ребенок получает какой-то максимальный балл за работу. И этот максимальный балл переводится в проценты. И уже определяется высокий уровень, это 85% и выше. Средний уровень 60-85% выполненной работы. И низкий уровень 45-60% и то, что ниже 45%, это говорит о том, что у ребенка не сформированы базовые читательские умения и требуется коррекционная работа. То есть управленческие решения, про которые мы с вами говорили, как раз касаются этой коррекционной работы. Как помочь ребенку, как помочь школе, если там много таких детей. И вот составляются такие вот таблицы, которые по времени, которые касаются одного класса. Вот это среднее по классу. Вот что в сентябре вот так, было в декабре в середине года так, а уже к концу года вот таким образом. Что-то растет, что-то уменьшается, то есть где-то нужно поработать. Что еще важно понимать? Что проверка читательской грамотности не равно формированию читательской грамотности. Формируем мы везде и всегда. И с родителями формируем мы вне урочки, как вы писали сами, и на других предметах, и на наших предметах постепенно и по-разному. То есть формирование, оно комплексное. А проверка, она очень формативная такая. И оценивание тоже должно быть разное. То есть в то, что вы работаете, даете им какие-то промежуточные работы, там должна быть обязательно формирующая оценка. Еще не оценка сформированная, то есть формирующая, мотивирующая оценка, поработать, узнать, а что не так. Важный акцент не на оценке, а на рефлексии, на формировании, что научиться захотеть читать. Ну, пару слов про формирующее оценивание. С ребятами выделяете критерии сами, можно брать прям критерии из международных тестов, это вот эти три базовых группы умений, можно самим что-то придумать, например, темп чтения, когда мы обучаем чтению, конечно, это важно. Техника чтения, составление плана и так далее, то есть какие-то кусочки. И прямо после каждого этого критерия, который вы с детьми составили, по каждой работе можно свои критерии составлять, можно один оставить, который самый важный, вы делаете шкалу. Потом предлагаете самому ребенку оценить, просто договаривайтесь, что зеленый цвет это ребенок, или какой-то другой. Потом предлагаете сделать взаимооценку, то есть однокласснику оценить, как он там прочитал, да, и в конце, например, учитель тоже делает свою отметку, как он считает, как прочитает. Вот это формирующая, то есть она и отражает какой-то этап, и в то же время нет какого-то конечного результата. Вот тоже, что важно знать про формирующую оценку. Обычно мы очень часто сразу предлагаем ребенку себя оценить. В первом классе, например, да, поставь себе самооценку. У ребенка в первом классе, вы уже заметили, кто это пробовал, всегда будет все хорошо. Он пока не видит и не чувствует, что у него не так. Ну, если он, конечно, у него в принципе нормальная самооценка, да, и мы сейчас не берем какие-то психологические отклонения, но у него все хорошо. И действительно ему там говорить сразу, ну, как-то вот у тебя вот здесь вот немножко не так, но у него еще такие, он так любит школу, так любит читать, вот он прочитал, у него так много он потратил усилий. И, конечно, ему кажется, что это его совершенство. Он пока не чувствует. Поэтому хорошо все-таки начинать с оценки значимого взрослого. Что должно быть какое-то сравнение с образцом. Почему мы очень часто детям ставим даже аудиофайлы, да, чтобы они слушали, как читают дикторы, как читают артисты, чтобы они все-таки видели какие-то образцы, культурные образцы. Потом мы переходим к взаимооценке. То есть они должны получить опыт, когда они уже сравнили себя с образцом, как они читают, как можно было бы прочитать. То есть потом, следующий этап, это мы взаимооцениваем одноклассников. Тоже очень медленно, корректно это вводим. Сейчас отдельно не будем говорить про, как это все вводится, но просто вам, вот для вашей информации хочу сказать. И уже потом переходим к самооценке, когда уже самосознание выросло, когда ребенок уже может сравнить себя с собой возможным, как это можно было бы сделать. Вот здесь уже и рефлексия, и саморегуляция, и так далее. И, конечно же, помним, что на первых порах учитель не оценивает, а поддерживает положительность, отмечает все положительные моменты, подкрепляет их, чтобы дальше ребенок двигался. Ну, и вот апофеоз, наверное, и читательская грамотность, и функциональная грамотность, это вот такие метапредметные диагностические работы, в которых два вида текста, вот там две части, которые занимают восемь страниц. Два вида текста, художественные и научно-популярные, как прямо в проверке читательской грамотности. Вот, например, вариант три, это во второй части два текста. Первый текст на неведомой дорожке по Сладкову и «Слепозмейка» – это научная статья. Задание, зачем, почему. В основном все вопросы начинаются со слов «зачем», «почему» такое насмысление, насмысловочение, выбрать верное утверждение, обобщить информацию в таблице, сделать какой-то вывод и так далее. Ну, вот здесь у вас примеры даны. А первая часть как раз связана с несплошными текстами, с таблицами, диаграммами. То есть это все входит в эти диагностические познавательные работы. Итак, вывод. Это формирование читательской грамотности в начальной школе, да и не в начальной школе, в средней школе, охватывает все предметы. Но начинаем мы с техники чтения, не забываем о смысловом чтении, то есть получается такая техника смыслового чтения. Переходим к художественным текстам, они более интересны, мотивирующие. Потом переходим к информационным. Потом очень важный этап. Пишем сами информационные тексты. Помните задание про объявление, напиши письмо другу. Это как раз здесь, про это. То есть информацию передать. Дети очень любят, например, писать приглашение к себе друзей на дне рождения. Очень любят. Открытки мы все подписываем, да, мамам на 8 марта и вообще на все праздники. То есть на всех предметах тоже используйте эти информационные тексты. И только потом мы переходим, постепенно увеличиваем объем информационных текстов и их сложности. Так как у меня сейчас много педагогов в средней школе, могу сказать, что эти ступени также действуют, особенно если там какие-то есть пробелы. Конечно же, мы все равно начинаем не сразу давать им что-то связанное с жизнью, а вот эти ступени соблюдаем. Если у вас есть какие-то вопросы, вот сейчас я как раз отвлекусь. Так, дети ищут информацию в гаджетах, им словарение интересное. Вы знаете, я вот считаю, что можно использовать важные и нужные приложения. Это нормально. Только единственное, что нужно этим научиться контролировать, так, чтобы они действительно приложение использовали, а не где-то еще лазили. А ведь у нас прекрасные есть толковые слова. Я сама пользуюсь приложением, потому что я постоянно смотрю, что означает какое-то слово, там уточнить или какое-то незнакомое слово. Мне это нравится. Есть и он, и он в флайне. Вы можете изучить, это очень можно будет использовать. Вообще, у меня часов, вы можете указать даже больше, потому что у меня информация здесь на несколько, даже на несколько занятий, так скажем. Поэтому можете смело указывать не один час, а побольше. Тем более, что вы наверняка по итогам вебинара что-нибудь сами придумаете. Это тоже работа, мы уже говорили, с самообразованием. Да, презентация уже доступна. Так, вроде бы больше... Я не вижу этих вопросов. Больше таких вопросов. Мы дальше приступаем. Сейчас очень быстро, у нас очень мало времени осталось. И про языковую грамотность я хотела с вами поговорить и начать с явления функциональной безграмотности. Ребенок пишет диктантом. У него есть ошибочки, конечно же, но немножко, немножко. А потом он пишет смс, и буквально в нескольких словах ужас-ужас. И это явление сейчас повсеместно. Эту тему я могу продолжать очень долго, да и вы все тоже можете ее продолжить с примерами. Но мы идем дальше. Вообще, что делать, чтобы этого не было? Итак, перед вами, с левой стороны, условия формирования в целом функциональной грамотности. Про которую мы уже говорили. И с правой стороны множество-множество способов, как реализовать языковое мышление. По каждому способу можно сделать отдельный вебинар. Вот вы обязательно прочитайте, выберите хотя бы то, что вам ближе. Может быть, что-то вот придумайте. Вот я не случайно говорила про ваше творчество. Чтобы и нашим итогом результатов сегодняшнего нашего обучения была ваша непосредственная работа. Чтобы вы что-то придумали. Может быть, что-то дополнительное придумали. И словесно-речевые игры, их очень много. И поисково-исследовательские задачи, олимпиады конкурсов, выставки книг. Нестандартные задания, конечно же. Школьные внеклассные предприятия, неделя русского языка и так далее. Ну, и вот анкеты, опросы, я имею в виду, когда дети сами берут, что-то у кого-то узнают и опрашивают. И мне очень нравится это составлять и опрашивать. И у старшеклассников, например, особенно. Ну и так далее. То есть творческие работы, сборники книг. Ну, работа в библиотеке. Ну и так далее, и так далее. То есть все это относится, конечно, к формированию культуры языкового мышления. Вот, хотела сказать вам про преемственность. Посмотрите, здесь указаны те самые условия, которые отражают эти издания, удовлетворяют потребности в создании условий. 500 вопросов для проверки готовности ребенка к школе. Но они еще и формируют языковую грамотность. Вот это примеры страниц этого издания. Например, подготовка к первому классу. Это целый учебно-методический комплекс. Посмотрите, на всех уровнях идет работа. На всех уровнях все условия создаются. И игровой тоже даже уровень. И преемственность соблюдается. Можно использовать даже в первом классе вот этот букварь Тамары Игнатьевны Игнатьевой и прописи. Я вот, например, использую. Также можно использовать справочники. Помните, мы говорили о том, чтобы справочниками приучать пользоваться с начальной школы. Можно также использовать все словарики, которые у нас... Мы используем... Вот хоть кто-то и сказал, кто бы спросил про гаджеты, но мы все-таки пользуемся и печатными изданиями тоже. Есть тематические контрольные работы по русскому языку с разным уровнем заданий, которые ребенок сам выбирает в свой уровень. Но это уже отдельная тема, чтобы про это поговорить. Давайте пойдем дальше. Посмотрите, прекрасно. Можно сделать кружок по нестандартным заданиям по русскому языку. Можно проводить олимпиады, развивающие задания. Тут даже указаны про игры и словесные. И вот хотела... Ну, давайте уже пропустим про наши вот эти издания в следующий раз, наверное. А я вам обещала, что мы подведем итоги. Я очень надеюсь, что вы получили заряд энергии, вдохновения как минимум и ответили на ключевые вопросы. А вот помним про три ступени, что сначала все-таки учим чтение, потом для обучения, потом только формирующие грамотности. И вот все-таки хотела вернуться к тому нашему опросу, который был вначале, что какая грамотность важнее всего? Функционально постепенно. Читательская грамотность касается информационных текстов. Тоже постепенно. А в начальной школе важно именно обучить чтению техника смыслового чтения. Вот это самое важное, чтобы потом перейти на читательскую грамотность. И языковая грамотность западает, и потом отражается. Итак, с вами была сегодня Ирина Анатольевна Винокурова. Я учитель начальных классов, трис-педагог, эксперт социально-эмоционального образования детей. Очень надеюсь, что до новых встреч. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok